МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии Наталья Соколовская. Сегодня в выпуске. В обл. исполкоме подвели итоги деятельности студенческих трудовых отрядов БРСМ в трудовой семестр 2017. В октябрьском РОВД Витебска прошла профилактическая работа с осужденными за вождение в нетрезвом состоянии. Дебютные работы молодых белорусских режиссеров представили в Витебске. Школьники из пяти стран съехались на Лепельскую землю для участия в Международной олимпиаде по экспериментальной физике. В обл. исполкоме подвели итоги деятельности студенческих трудовых отрядов БРСМ трудовой семестр 2017. В торжественной обстановке особо отличившимся вручили награды в 16 номинациях. Молодежь Витебской области в этом году принимала активное участие в строительстве Белорусской АЭС, а также оказывала помощь предприятиям и организациям различных отраслей народного хозяйства. По итогам трудового семестра в 2017 году в составе строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических, сервисных отрядов в регионе работало более пяти тысяч человек. Более ста ребят трудились и за пределами Республики Беларусь. Трудовой семестр не только временная занятость, но и конкурс среди молодежных коллективов. Бойцы студенческих отрядов зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Вся наша молодежь показала очень хорошие результаты вот в этом трудовом семестре. Поэтому хотелось бы пожелать всем дальнейших успехов в учебе, мира, добра, благополучия. Надеюсь, что в дальнейшем строитрядовское движение будет развиваться и совершенствоваться. Мы горды особенно тем, что уже не первый год подряд наши отряды становятся лучшими отрядами Всебелорусской молодежной стройки. Это знаковый объект, Белорусская атомная электростанция. И в этом году сразу два отряда из Полоцкого государственного университета это Эврика и Зочи заняли, соответственно, первое и второе место на этом объекте. Традиционно мы направляем ребят работать за рубеж. Наши ребята трудятся во Всероссийском оздоровительном центре Орлена как педагогический отряд, так и сервисные отряды. Работодатели также отмечают трудолюбие, ответственность и инициативность бойцов студенческих отрядов. Они вносят достойный вклад в развитие различных отраслей народного хозяйства. К примеру, в этом году молодежь Витебской области традиционно отличилась на уборке продуктов сельского хозяйства. Они убирают где-то за сезон у нас до двух тысяч тонн овощей. Поэтому это огромнейшая помощь нам в уборке овощей. И филиалу намного легче, когда со студентами работают. Ну, работают они хорошо. Я хочу сказать, что все смены, мы обычно организовываем две смены, две недели одна смена работает, две недели вторая. Это где-то по 500 человек мы принимаем за год. Студоотряды позволяют юношам и девушкам формировать практические навыки и руководство коллективом. Завоевать призовые места бескачественной организации невозможно. Большая польза также в том, что разнонаправленный физический труд помогает переносить опыт выполнения работ за пределы производственного процесса. Как минимум научиться управлять людьми, это работа с людьми, это работа в коллективе. Это хороший опыт, как и в строительстве, да, то есть и в жизни пригодится для себя, в быту. Ну и в дальнейшем, вот как я учусь, к примеру, на инженера, технологии машиностроения мне, то есть руководящая должность, это в дальнейшем, я думаю, считаю, пригодится. Студоотрядовское движение – одно из ведущих направлений в деятельности БРСМ. Молодежь в Витебской области принимает активное участие во всебелорусской молодежной стройке, оказывает помощь в благоустройстве регионов, а также трудится в оздоровительных лагерях на территории России. Участие в студенческих отрядах несет огромную пользу для молодежи. Ребята приобретают ценные профессиональные навыки, расширяют круг общения и получают первый трудовой опыт. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «СКИФ». В октябрьском РОВД Витебска прошла профилактическая работа с осужденными за вождение в нетрезвом состоянии. Перед ними выступили представители уголовно-исполнительной инспекции и прокуратуры. Также в программе был запланирован показ специального фильма о последствиях управления автомобилем после употребления алкоголя либо наркотиков. Подробности в репортаже Дмитрия Станского. Автомобиль – источник повышенной опасности. Поэтому некоторые преступления против безопасности движения относятся к категории тяжких. Виды санкций зависят от конкретного случая. Но даже без причинений вреда людям или имуществу, благодаря статье 317.1, нетрезвый водитель не уйдет от заслуженного наказания. За повторное управление транспортными средствами, лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, а также за передачу права управления транспортными средствами, таким лицам, равный отказ от прохождения свидетельствования, проверки, устанавливается наказание, установленное наказание в виде ареста с лишением права занимать определенной должности, заниматься определенной деятельностью на сроком до 5 лет со штрафом, а также ограничения свободы. Несмотря на угрозу получить до 10 лет лишения свободы, нарушители правил дорожного движения позволяют себе повторно садиться за руль в нетрезвом виде. Часто они не в состоянии внятно объяснить свои действия, которые стали причиной печальных последствий. Отдыхал, поехал навстречу потом, думал про это так, потому что там по таким дорогам, где мало бывает сотрудников ГАИ, но не получилось, спешил. Вот так вот. Профилактическая работа играет важную роль в жизни тех осужденных водителей, которые встали на путь исправления. Никому из них не хочется вновь оказаться на скамье подсудимых и вполне возможно получить реальный срок. Человек, который, соответственно, становится на учет в уголовной исполнительной инспекции после совершения определенного правонарушения, то есть это управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо управление транспортным средством, не имея права управления, они начинают осознавать именно ту значимость законности, ту всю серьезность законности, те санкции, которые предусмотрены законодательством Республики Беларусь, и, соответственно, уже задумываются в второй раз, в третий, когда садятся за руль транспортного средства. Некоторые лица, несмотря на запрет управления авто по решению суда, снова попадаются на вождении под градусом. Закон един для всех, и в отношении таких злостных нарушителей принимаются дополнительные меры воздействия. В Октябрьском районе уголовно-исполнительной инспекции Октябрьского района города Витебска возбуждено 4 уголовных дела, именно по статье 417 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть неисполнение приговора суда. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в наши дни происходит так же часто, как парковка в запрещенном месте, либо превышение скорости. В такие моменты люди не задумываются о последствиях. Алкоголь и руль несовместимы. Давно известна истина. Правоохранители призывают водителей не переоценивать свои физиологические возможности и не доверять судьбу карманным алкотестерам. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Дебютные работы молодых белорусских режиссеров представили в Витебске. В кинотеатре «Мир» показали проект киностудии «Беларусьфильм». Сам киноальмонах «Мы» включает пять короткометражек в различных жанрах. Среди них как драматические, так и лирические картины. Подробности в репортаже Инна Ширкевич. Открыла кинопоказ новогодняя история о внезапной любви. Главным героем короткометражки «Подарок Санта-Клауса» стал молодой воришка Антон. Он, как говорится, орудует на железнодорожном вокзале. Украв оставленный в аэропорту Чемудан, впоследствии находит внутри него девушку Машу. А где Франц? Уехал. Куда уехал? В Берлин. Как уехал? А ты кто? Не оставила равнодушными зрителей пронзительная новелла об одиночестве «Диалог». В центре картины маленькая девочка, которая размышляет о своей жизни. С печалью она вспоминает бросившего ее отца сложные отношения с одноклассниками в школе. Единственная, с кем ребенок может поделиться на болевшем – бегущий рядом пес. Проблема отцов и детей поднимается и в короткометражном фильме «Попочек». Это притча, это тема взаимоотношений отцов и детей. Молодой человек, 30-летний Алексей, едет в поезде на похороны своего отца. И незнакомому старику он в процессе поездки рассказывает о том, что он не может простить своего отца за то, что он бросил семью, оставил, ушел от жены и детей. И в процессе, наверное, рассказа он пытается понять, простить своего отца и к концу поездкин к этому и приходит. Много переживаний вызвало у посетителей кинотеатра драма «Брачо». По сюжету известный рэпер и начинающий поэт встречаются ночью на мосту. Беседуя о поэзии и музыке, они приходят к взаимопониманию и строят планы на будущее. Однако по вине подвыпивших компаний хулиганов они никогда не сбудутся. Трагический финал киноленты до глубины души затронул многих зрителей. Такие же эмоции вызывает просмотр лирической короткометражки под названием «Кукла». Это тема любви, потери любви и надежд. Молодой человек встречает в ночном трамвае свою бывшую девушку. Она его очень раньше любила, но она встрече не рада, потому что с момента их расставания ее жизнь сильно изменилась и изменилась сама девушка. И парень понимает, в конце концов, что, бросив ее, несколько лет назад он совершил большую ошибку. К этому он приходит. Все пять новелл зрители увидели за 1 час 40 минут. Каждая короткометражка показывает отдельную историю своего героя. Вместе они составляют картину мира и затрагивают проблемы современного человека. «Кинальмынахмы» — это пять новелл о жителях современного города, которые ищут правду, надежду, любовь и свое место в жизни. Увидеть его можно в кинотеатре «Мир» по 13 декабря включительно. Инна Ширкевич, Вячеслав Солобьев, телекомпания «Скиф». Школьники из пяти стран съехались на Лепельскую землю для участия в Международной олимпиаде по экспериментальной физике. Это не только интеллектуальное состязание, но и возможность обмена опытом и знаниями. Подробности в сюжете наших коллег из Лепеля. Лаконичность и сухость форму оживают в практическом применении развивающихся технологий. Этому способствует и проведение Международной олимпиады по экспериментальной физике, которая с 24 ноября по 2 декабря собрала участников в комфортабельных стенах детского реабилитационного оздоровительного центра «Жемчужина». На Международную олимпиаду съехали школьники 8-11 классов из пяти стран Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Словакии. Открытие олимпиады состоялось в Доме офицеров воинской части Заслонова. Школьники попробуют решить самые разнообразные задачи физического свойства, где необходимо будет исследовать какое-либо явление, измерить физические величины, придумать свой уникальный алгоритм решения. О целях и задачах олимпиады рассказал один из членов международного жюри, руководитель сборной города Москвы по физике Илья Владимирович Лукьянов. Очень сильная подготовка. Задачи очень объемные. Каждая задача выполняется 2,5 часа. Почти ни одну задачу ребенок не в состоянии выполнить целиком, потому что просто не хватает времени. Очень объемные задания, очень сложные задания международного стандарта. Ну и вообще говоря, надо сказать, что международное жюри будет долго их оценивать, смотреть, после чего будет процедура апелляции, где ребята смогут побороться в тех случаях, когда посчитают, что какие-то их идеи неправильно зачли, или что-то не увидели, не досчитали. Ну а потом жюри подведет итоги. Удачи олимпийцам пожелала Вера Ивановна Закревская, директор оздоровительного центра «Жемчужина». На базе воинской части они создали детский реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина». И как раз по инициативе нашего президента, по президентскому фонду, ремонтировался, реконструировался и строился наш центр «Жемчужина». Поэтому, наверное, вам так хорошо, что ребята уже у нас 20-й раз проводят сборы, а сейчас такая удивительная Олимпиада. Я хочу сказать, что для нашей страны очень символично. Физики приехали в воинскую часть, в мирное государство, потому что мы мирная страна. Еще хочу сказать, вы собрались здесь удивительно талантливы. Я хочу вам очень пожелать удачи на Олимпиаде. И не только на Олимпиаде, а в целом по жизни. Очень хочется верить в то, что каждый из вас совершит уникальные открытия. Вы – будущее нашей планеты. А потом ребята послушали национальные белорусские песни в исполнении коллектива «Гримзоли» из города Лепеля, и состоялось представление команды. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Оршанский колледж филиал учреждения образования Белорусский государственный университет транспорта хорошо известен не только в республике, но и далеко за ее пределами. Здесь готовят специалистов для железной дороги. Студенты учебного заведения принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых сектором по делам молодежи Оршанского райисполкома, и показывают прекрасные результаты. Недавно в колледже были созданы два танцевальных коллектива современной хореографии «Блэк Стар» и «Народного танца вдохновения». Руководит ими недавний выпускник Могилевской государственной гимназии колледжа искусств Владислав Минаэлов. Но прежде чем он попал в Оршу, директор Елена Николаевна Козлова не один год искала такого специалиста. Как говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому был у нас первоцвет, и помогал нам здесь. Мы готовили программу. Приходил парень из Могилева, приезжал друг нашего выпускника. Ну и так получилось, что вот он мне как бы приглянулся, как он танцует, все. И вот он выпускник Могилевского художественного колледжа. Мы ему предложили. У нас я дала гарантийное письмо, как говорится, взяли его на работу. Сам Владислав танцами увлекается с детства. Танцами я начал заниматься с первого класса. Ко мне в школу пришла учительница под хореографией. Спросила, кто хочет танцевать. Ну я сам вызвался, и все. Вот с первого класса я по сей день занимаюсь хореографией. Я учил отдельно классику. У меня был свой урок по классическому танцу. Также был народный, современный. Ходил в несколько коллективов, таких как Лайданс. Это народный ансамбль эстрадного танца Лайданс. Также помогал заслуженному ансамблю народного танца «Рунь» и заслуженному коллективу народного танца «Сувенир». В Аршанском колледже все надо было начинать с чистого листа. Объявили набор, провели кастинг. Желающих набралось на два отдельных коллектива. Первые дни мы занимались все вместе. Я обдавал и народный, и современный хореографию, и эстраду. И поэтому в таком плане, что мы и туда и определили людей, и туда. И поэтому они учат и народный, и эстраду. Каждый свой коллектив, свое направление. Каждый вечер он до девяти часов занимается с ребятами. И девчонки, и ребята, и потянулись. И как бы результат есть. Проводили и родительские собрания сделали хороший, достойный концерт. Участвовали они. И Дню учителя. Ну, много уже мероприятий проводили. И везде танцевальные. Два коллектива у него танцевальных. Одна из участниц коллектива «Блэк Стар» Алина Бордюк, родом из Брестской области. Учится на четвертом курсе, живет в общежитии. Нужно чем-то занять свое свободное время. А тут такая возможность. Новый руководитель. И здесь ходит много людей. Здесь очень весело. И есть чем занять свободное время. Как работает с новым руководителем? Первоначально он оказался строгим. Так как сразу всех нас поставил на место. Но сейчас у нас такие у всех дружеские отношения. Он с уважением относится к нам. И точно так же мы относимся к нему. И пусть пока не все получается. И руководитель явно выделяется среди своих учеников. Как считает Елена Николаевна, это не самое главное. Главное, чтобы им хотелось танцевать. Главное, чтобы интерес не пропал. А если они чуть-чуть не так двигаются, как руководитель, это не важно. Я хочу, чтобы мои дети были самыми лучшими. И хочу им дать самое лучшее, чтобы они были самыми непобедимыми. К конкурсу творческий ринг, который совсем недавно прошел в ДКЖ, готовились долго. Репетировали до позднего вечера. Результат – яркое и незабываемое зрелище. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершит наш выпуск. Я благодарю вас за внимание. До встречи. Одежда для ведущих предоставлена ЗАО «Оршанский дом торговли».